Огромные площади орошаемых земель в Таласском районе не используются по прямому назначению. Большой пласт проблем в агросекторе и других сферах экономики были подняты на совещании с участием Акима области Аскара Марзахметова в Таласском районе в ходе его рабочей поездки в регион. Не дошли здесь руки до отработки 12 индикаторов, которые необходимо было здесь реализовать. Плохие дела в районе и с развитием предпринимательства. Каким увидел глава Жамбулской области итоги развития Таласского района за 6 месяцев текущего года, узнаем в следующем материале. Результаты предыдущего всестороннего анализа показали, что в основных отраслях экономики района наблюдается регресс. Показатели агросферы неутешительны. Из 20 тысяч гектаров земель сельхозназначения не использована и половина. Ко всему 5 тысяч гектаров орошаемых земель и вовсе лежат впустую. А крестьянские хозяйства, воспользовавшиеся государственными финансовыми средствами по животноводческой части и приобретению сельхозтехники, особыми доходами не блеснули. Это означает, что местная власть не проводила информирование о мерах государственной поддержки. Из созданных же на бумаге 10 сельхозкооперативов действуют лишь три. Всё это свидетельствует о нулевой работе начальника отдела, просидевшего на этой должности 12 лет. За эти четыре месяца от района не поступало никаких предложений. Занимаются только увеличением поголовья крупного рогатого скота. Работа агросферы неудовлетворительна. Весумные результаты также отсутствуют и в предпринимательской сфере. В свою очередь, производственный потенциал низок из-за малого числа субъектов бизнеса. К примеру, открывшийся два года назад цементный завод «Жамблнедр» до сегодняшнего дня так и не выпустил свою продукцию. Ничтожно малое количество вновь открываемых объектов. По причине того, что предприниматели Каратау не берут аренду, пустоют целых 12 зданий. Отсутствуют также и новые инвестиционные проекты. Акимат района попросту присваивает себе проекты предпринимателей, и никакой фактической заслуги районных чиновников в этом нет, подчеркнула Акимобласти. А ведь их обязанность провести анализ, какие инвестпроекты региону нужны, и искать на них потом инвесторов. И чем Акимат здесь поможет – землёй, инфраструктурой и так далее. Глава региона Аскар Мирзахметов подверг резкой критике работу руководства Таласского района. В штате сельского Акимата по области тысяча человек. Большая армия. Какая от этого польза? Какие вопросы они решают? Даже не знают истинного положения дел на местах. Пришло время работать. По этой причине, как было сказано, по итогам шести месяцев будут приняты жёсткие меры. А итоги девяти месяцев года будут ещё строже. В Таласском регионе остро стоит и вопрос нехватки питьевой воды. Половина из 55 тысяч населения не подключены к центральному водоснабжению и вынуждены пить некачественную воду. Водопровод проведён лишь в половину населённых пунктов. Выросла в районе и преступность среди несовершеннолетних, а также участились случаи квартирных краж. На совещании были рассмотрены пути решения всех обозначенных проблем и определены конкретные предложения и поручения. Всё озвученное здесь будет взято под жёсткий контроль. От такого совещания, считаю, пользы немало. До этого таких встреч Акима области и сельских округов не было. Здесь поднимали самые актуальные вопросы района. Я думаю, что по итогам девяти месяцев в районе будут заметны конкретные подвижки. Уверен, что такое совещание поднимет ответственность Акима в сельских округах. Здесь каждый вопрос рассматривался подетально. В ходе совещания состоялся нелицеприятный, честный и открытый разговор. Все проблемы были тщательно запротоколированы. Безответственные чиновники получили свои заслуженные выговоры. И спрос теперь будет не менее жёсткий по итогам девяти месяцев работы.